Добрый день, друзья! Добрый день! И у нас сегодня опять новости инфодайвинга, кухни инфодайвинга за эту неделю. У нас было очень много новостей, поэтому мы все не сможем вместить вот в этот выпуск. И начнем с самых интересных. Начнем с наших стажеров. Пришло письмо о наших стажерах Ирине Павлюковой и Ирине Романовой. И человек пишет, мне очень-очень помогли Ирина Павлюкова и Ирина Романова, они работают с животными. Они помогли мне совершить прорыв, на который у меня самой не хватало сил десятилетиями. После каждой консультации я чувствовала серьезные изменения в себе и прилагала усилия, чтобы зафиксировать их и так далее. Человек описывает и просит нас обязательно обратить на их работу внимание, чтобы повысить уверенность девчонок в себе и их самооценку и так далее, чтобы их работа была еще более эффективной. Человек просто просит, обязательно упомяните их в кухне инфодайвинга. После этого упоминания на Ирин обрушилось много консультаций на людей. Они все были старнированы. Ребята, Ирины работают только с животными, но есть другие стажеры, которые работают и с людьми. Пожалуйста, смотрите внимательно, на кого принимаются заявки. Так как на стажеров приходит много заявок, поэтому у них открываются периодами окна, когда можно подать заявку. Если окно закрыто, значит они перегружены работой. Значит наступит период, когда к ним можно будет обратиться. Либо выбрать тогда другую пару, возможно платную. Следующий блок новостей мы начнем с того, что у нас есть детки, которые полностью вышли из заболевания. И видео прислала мама Забавы, которая пишет, что еще год назад ее дочка ходила в памперс, не контролировала тазовой функции с трудом, все время падала, ДЦП передвигалась сама, не умела держаться двумя руками. ДЦП не контактировала с детьми, аутичность, дезартрия, отставание в развитии. И вот она здорова, здорова, здорова и очень счастлива. Мама наблюдала за ней на детской площадке, как она носится с мальчиком, хохочет и так далее. Вы знаете, вот я когда смотрю это видео, я не вижу у ребенка ни ДЦП, ни умственного отставания, ни аутизма, ничего из того, что у нее стояло в официальных диагнозах. Я вижу здоровую, красивую девочку, которая ушла в здоровую, счастливую жизнь. В здоровую жизнь уходит Илья, который уже читает предложениями, последние дни пытается слова объединять, все, что ему нужно, больше взаимодействовать с братом, с собакой и так далее. Тоже мама прислала благодарственное письмо по инфодайвингу. У нас на самом деле много деток, которые вот изменились за последнее время. Ромашек стал сам ходить на горшок и какать. Кроме того, очень много изменений на этой неделе по деткам, с которыми мы работали давно. Но у нас есть и приветы от мам, которые совсем недавно пришли в инфодайвинг. И одна мама пишет, что у меня чуть тарелка из рук не вылетела от увиденного. Она совсем недавно пришла в инфодайвинг. Говорю сегодня сыну, пока посуду умыла, иди поиграй, я скоро освобожусь. Он долго не думал, взял коробку с железной дорогой, высыпал все содержимое из коробки на пол и давай собирать рельсы. Хотя игрушками еще месяц назад вообще не интересовался. А мы новенькие в инфодайвинге. И она говорит, что каждые три дня новая игрушка, новое счастье. Новое счастье. И направление мамы, внимание мамы поменяло направление на счастье. Да, а вот про внимание мам мы сейчас и будем говорить подробно, чтобы этот выпуск был еще полезен для тех мам, которые работают, которые выходят и которые не просто так радуются новостям, потому что эти новости у нас публикуются в чате мам. Там пишут мамы тоже, они тоже делятся, обмениваются своими знаниями, наработками. Мы тоже там комментарии свои вставляем. Там ведется работа. А сейчас мы вот специально сакцентировали внимание. Здесь мама написала, я просто плачу от радости. Я ведь теперь четко вижу связь. На самом деле, видеть в моменте здесь и сейчас связь между тем, как проявляется мама, во что она играет и как это отражается на жизни ребенка и на его здоровье, это очень круто. И тут нам мама присылает письмо, где она описывает вообще счастье, как дети играли, как дети развиваются, как устроилась личная жизнь. Тут огромная статья, на самом деле, вы можете прочитать, она называется «Я просто плачу от радости, и ведь я теперь четко вижу связь». И самое интересное было потом. Вот почему мы решили поговорить об этом, вот обо всем. Здесь отдельная история, которая случилась потом. Мама присылает нам это письмо и радуется, мы радуемся вместе с ней. Проходит, наверное, час, и мама присылает следующее письмо. «У меня горе. Я отвела старшего ребенка к врачу, и нам поставили диагност астма». И мы сидим с Ириной и понимаем, вот чтобы поставить диагноз астма в Беларуси, несколько лет мамы ходят к врачам, сдают тесты к аллергологам и так далее, их там наблюдают, и то астму детям вот так быстро не ставят. Уже потом, после прошествия времени. А тут раз и поставили. И тут раз мама сходила к врачу и диагноз астма. И мы понимаем, в психике астмы не было. Мы-то это дело видели, мы-то это дело зачищали, да? И маме описываем поведенческую модель мамы у врача. «Я сказала астма, значит астма, а у меня нет другой игры. Я не создаю свою игру, я играю в больного ребенка. Поняли? Делайте мне больного ребенка». Ну и врач, конечно же, поставила диагноз, она выписывала лекарств, которые надо принимать. Благо, теперь они принимать их не будут. Но вот у нас тогда вызвало удивление вот этот вот посыл. Крепкая мама, крепкий орешек, не сдается до последнего. Мама получила свое. На самом деле, мама очень четко слышит вот это направление, когда меняешь. Это уже не первый заход на новую болезнь у ребенка, или у папы, или у мамы. У нее фантазия бурная, да, в этой семье. Только успевай так ловить. Куда? Куда заруливает? Назад, точно. Ловишь так назад, куда? Давай здоровый сценарий придумаем. А давай перенаправим твое внимание в другое русло. Мама быстро перенаправляет внимание, и в этот раз опять. Ой, блин, опять я на те же грабли. Да, девчонки, опять те же грабли. Опять мы ловим вас за зад. Смотрите, куда вы направляете внимание. Как вы проявляетесь у врачей. Если вы пришли и сказали у него пастма, вам напишут все, что угодно. Только бы такая мама была довольна, да. Но вы же понимаете, что вы это делаете своему ребенку, да. Поэтому семь раз подумайте насчет таких проявлений. И на самом деле, на повестке дня, когда начали смотреть подсознание ребенка, почему у него был вот этот вот мелкий кашель, у него была потребность в том, чтобы мама его любила, любым. Но так как мама его не любила здоровым, он согласен быть больным. Но ему надо внимание мамы. А мама обнимает больных детей. Вот у мамы принято, вот если болит, я пойду обниму, пожалею. А если здоровый, то обнимай. А если здоровый, бегай, гуляй. А ребенку надо это тепло, надо это любовь. И поэтому он видит, он ловит автоматически это сразу, что когда он здоров, его не трогают, его часто не обнимают. Значит, я буду больным. И просто я болею, и мама тогда мне уделяет много внимания, мама тогда меня обнимает, целует и так далее. Это называется вторичная выгода у ребенка. И она срабатывает автоматически. Как только ребенку хотелось вот этих вот объятий, телески этой, а мама не дала. Значит, я ее возьму через кашель. А мама так, о, кашель. И побежала. Мама уже придумала, да, любить через лекарство. И вот когда такие проявления видишь, каждый раз говоришь, мамы, мамы, стоп, 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 давайте подумаем. Или же опять-таки, вот игра сегодня была описана хорошо в чате мам с реабилитационными центрами. Вот мама писала совсем недавно нам. Вот вроде ребенок идет, идет, идет в развитии, а потом раз, какой-то стоп. Потом снова идет, 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 потом раз, какой-то стоп. И сейчас описывает, как они в реабилитационном центре. И вот там все дети с ДЦП, аутизмом, умственным отставанием. И мамы по вечерам пьют вино. И она такая умная, она с ними не может общаться на все эти темы, на которые там мамы общаются. И она вроде такая и не такая. Ей хочется быть с мамами, и ей не хочется быть с мамами. И первый вопрос, который у нас возник, а что делает ребенок среди больных детей? У него идет загрузка программного обеспечения. Он же копировать сейчас будет поведение умственно отсталых и больных детей. Куда вы его привезли? У нас всегда оговорка идет, вот с того момента, как мы начали работать, общение только в кругу здоровых детей. Потому что будет идти заново копирование. То копирование, которое у детей шло до 3 лет, до 5 лет. Там есть разные фазы копирования, разного программного обеспечения. И вот когда задаешь вопрос маме, говоришь, вот ваш шаг вперед, шаг назад. Я хочу общаться с мамами, и значит, у меня ребенок больной. Ну, ты получи больного ребенка. А потом, нет, я хочу со здоровыми, и тогда ребенок здоровый ребенок идет в развитии. И у мамы такое болтание на пеньке, на резинке трусов. Так вперед, потом назад, вперед, назад. Вот эти вот моменты надо научиться в себе отслеживать. Когда маме хочется быть в тусовке, когда маме хочется сплавить ребенка в реабилитационный центр. Знаете, мы уже замечали, когда мамы отдают, например, в реабилитационном центре с утра до вечера. А центр находится, например, в Египте или в Турции. И очень классно, у мамы целый день свободен, да, и ребенком кто-то занимается. Подождите, нафига вы приходили тогда в инфодайвинг? Вы приходили меняться. А вот если вас устраивает такая жизнь, тогда вам не нужен здоровый ребенок. Вам надо его куда-то поместить. Вы его туда помещайте и имейте то, что вы имеете. Если вы пришли к нам, то вам придется забрать и работать самостоятельно. И привлекать специалистов под конкретную задачу. Поэтому перед тем, как прийти в инфодайвинг, мамочки, вы еще 7 раз подумайте. Потому что мало того, что самим придется плакать, и осознавать свои косяки, да. Так еще и ребенка самостоятельно придется воспитывать и осознавать, где его дрессируете, а где вы воспитываете. И учиться обращаться как со здоровым, и учиться уважению, и учиться любви, искренности, открытости и так далее. Представляете, это какой объем работы? Это же с ума сойти. Поэтому вот инфодайвинг – это вот про все это. И когда нас спрашивают о том, в чем суть вашей методики, сделать вас искренними и открытыми. Только делать будете вы себя сами. Вот как-то так. И следующая наша новость – это наши стажеры. Клуб «Душа в иллюминаторе» и «Лове озарения» продолжают работать с вами. И вы можете заниматься по расписанию с девчатами на клубных занятиях. Это на самом деле очень здорово, потому что летом работа продолжается. Летом продолжается работа. И у нас мы проводим раз в две недели практикумы. И вот сегодня у нас будет практикум, который называется «Выход из автоматического режима». Потому что все, что мы описывали перед этим, о том, как мамы идут на автомате, вот на пеньке болтаются туда-обратно, и продвижение получается вперед медленное, потому что вторичная выгода держит. Вот эти все вещи мы будем сегодня замечать снаружи, погружаться в момент «здесь и сейчас» и так далее, для того, чтобы вообще четко зафиксировать в момент «здесь и сейчас», что это такое, чтобы убрать вот эти всякие буддистские, эзотерические представления. Все значительно проще. В инфодайнинге все на самом деле наработано настолько на физиологии просто, что практика «Остановить внутренний диалог», который вы можете сидеть и умыщать годами, у нас занимает 5 минут, и у вас внутреннего диалога нет. Точно так же, вот сегодня будет момент «здесь и сейчас», и точно так же через него, действительно, через него переходит, человек может выйти из автоматического режима и выйти в осознанный режим, когда вы сами начинаете принимать решения в своей жизни. Поэтому вот обучение у нас продолжается раз в две недели, у нас есть практикумы, и вы обо всем можете прочитать на платформе Subrition, subretion.com. И еще одна новость специально акцентировала внимание в материале на сайте ПОКБАЙ родителей, как научиться видеть здоровые моменты у детей и держать на них внимание. На самом деле, очень часто родитель очень хочет, например, у ребенка, вот в данном контексте был псориаз, умственное отставание. Как только родитель убрал точку напряжения у себя с псориаза, у ребенка очень быстро уходит псориаз. И на сегодняшний день, вот по последним данным, уже практически во всех бляшках псориаза у Ани есть здоровая кожа. То есть очень быстро идет отступание, есть уже две бляшки, которые полностью исчезли, и постепенно псориаз уходит. Но при этом мама все время держала внимание на умственном отставании ребенка. Умственное отставание. Мы больше не будем ходить в нормальную школу. А смотрите, на чем вы концентрируете внимание, то и идет в проявление. И мы маме посоветовали. Однозначно, если вы увидите в дочке смекалку и развитие умственных способностей, они резко появятся. Как только мама начинает видеть в ребенке то, что она хочет видеть, даже самый-самый зачаток, чуть-чуть, но она это видит, она это зерно начинает взращивать. Да. Она входит своим вниманием в это зерно, и зерно начинает расширяться, то есть расти. Оно именно так и происходит всегда. На что внимание, там и игра идет. Если внимание на неудачи, идут неудачи. Внимание на здоровье, идет здоровье. И когда мы видим, что у ребенка в психике достаточно свободного места, и сейчас тоже идет копирование информации, и дальше надо просто подгрузить правильно программное обеспечение, через что? Опять-таки через внимание мамы, через занятия мамы, через, через уделение внимания ребенку, как только мама видит здоровые моменты и держит внимание на них, ребенок начнет умственно развиваться. И, кстати, у Ани уже было развитие и в умственном плане тоже. Но, знаете как, когда ты хочешь страдать и держишь внимание на страдании, ой, мало, надо больше, нормальные дети не так. А если ты видишь, у меня самая лучшая дочка, у меня самая умная дочка, у меня самая счастливая дочка, восхищаешься, восхищаешься ее. Пусть это для вас мелочь, но вы восхищаетесь искренне, чисто, открыто. А эта мелочь, она будет взращивать вот это посеянное зерно, и тогда в психике на свободном месте, на свободном диске прорастает вот это счастье, и развивается то, что вы посадили. И вы сами решаете, что вы будете садить. Вы будете там посеять любовь, радость и счастье, или вы посеете горе и страдания. И замечу, сеет мама. Пока ребенок маленький, сеет мама. И на этой неделе у нас еще вышел очередной выпуск Друкарни инфодайвинга. Для тех, кто читает наши книги, я думаю, были хорошие пояснения по поводу белой, черной, по поводу архетипов, и по поводу всего того, что творится в наших глубинах психики. Если вам интересно, читайте наши книги, и смотрите наши подкасты Друкарни инфодайвинга. И задавайте тогда вопросы. Да, присылайте вопросы. Кстати, вот после этой Друкарни мы получили сразу много вопросов. Я думаю, где-то на три выпуска вопросов. Поэтому присылайте, мы будем уже ставить в очередь. Мы будем только рады, потому что нам самим интересно переподнять эту информацию, и уже с другого восприятия опять-таки погрузиться туда, чтобы вам глубже ответить на те вопросы, которые в книге описаны как приключения. Там они шли более поверхностно, а сейчас мы отвечаем еще глубже. Еще в чате мы обсуждали вопросы по родственникам, по тому, как выстраивать гармоничные отношения. И мама Искандера написала, что Искандер тоже пошел в развитие. Ему предложили логопеда, общеобразовательный детский садик там и так далее. Он уже нормально развивается. И очень интересная роль родных и близких, которая обсуждалась в чате, и которая действительно важна в жизни ребенка для того, чтобы он был здоров. Например, очень важны решения отца. Вот, например, в случае Искандера, когда мама начинала обсуждать инвалидность, отец сразу сказал, какая инвалидность, у нас не будет инвалидности, у нас будет здоровый ребенок. И вот этот вот импульс на здоровье на самом деле придает отец. То есть отец распаковывает информацию либо для болезней, либо для здоровья. И вот такие моменты. Очень классно, когда вы научитесь замечать в жизни, когда ваше решение, это я сейчас отцам говорю, ваше решение внутреннее, без сомнений, оно будет в дальнейшем реализовано и проявлено в вашем ребенке, в общем-то, в его здоровье. Потому что это ваше решение. И это касается не только инвалидности, это касается многих моментов, когда отец принимает решение какое-то. И это решение в дальнейшем играет значимую роль в жизни его ребенка. И вообще отношения с родственниками, когда вы приходите в инфодайвинг, меняются. Они становятся искренними и открытыми. И вы знаете, почему они становятся искренними и открытыми? Потому что в инфодайвинге приходит глубинное сознание, что вот первый круг, в ком вы отражаетесь, вы настоящий. Это ваш муж, ваши дети, ваши родители. И они все и есть вы. И вы в каждом видите себя. Вот в маме вы такая, а в папе вы такой. А в мужа вы вот такая, а в детях вы вот такие. И вы вот такие многообразные. Они как зеркала отражают вам, вас настоящих. Они убирают вот те тупые роли, которые вы на себя успеваете нахлобучить. Я тут директорка, я тут учителька, я тут врачиха, я тут успешная бизнесменша, я тут, я тут. А на самом деле смотришь, а зеркало-то помыть надо. Потому что оно вот настолько заляпано эго, что смотреть невозможно. И практика зеркала, она очень круто показывает. Вы можете видеть вот именно вот эти родственные отражения у себя в глазах, в зеркале. То, как вы отражаетесь в муже и в каких моментах в маме, в папе там и так далее. И поэтому, когда я увидела на ютубе просьбу практику зеркала записать под музыку, чтобы человек мог встать и прослушать музыку с практикой зеркала, мне был шок. Понимаете, практика зеркала, это вы идете к искренности, к самому себе настоящему. Музыка – это внешнее восприятие, а вы идете вовнутрь. Как только вы включили внешнее, вы уже не можете идти вовнутрь, вы идете вне. Так идут во всех медитациях. Это не про инфодайинг. В инфодайинге работа ведется в тишине, потому что музыка может звучать только внутри вас, но не снаружи. И внутри, когда вы идете вовнутрь, у вас образуется поток информационный. И в этом потоке льются слова для самого себя. Такие, как «я люблю себя», «я ценю себя», «я принимаю себя» и так далее. Но если это не льется, то есть если музыки в вас внутри не рождается, то вы, наверное, где-то лжете себе. И тогда становится смешно, тогда хочется в это зеркало посмеяться, похихикать, потому что, ну, какой я дурью занимаюсь, какой чушью я занимаюсь. Тут я говорю, там, особенно мужчины, я такой взрослый мужик, говорю себе, я люблю себя, ха-ха, придурок какой. Вы знаете, на самом деле придурок. Знаете почему? Потому что вы тратите время. Потому что априори, если вы начинаете заниматься практикой, вне веря в себя, а ведь в этой практике есть только вы, вы отражаетесь в зеркале, больше никого нет, в помещении никого нет. Более того, мы рекомендуем эту практику делать поначалу голым. То есть у вас ни одежды не отвлекает ничего. Вот, вот это вы, ваше тело. И вы смотрите себе в глаза тому глубинному, который проявлен в этом теле. И говорите то, что вы говорите, если вам смешно, и вы начинаете играться с собой, со своим изображением в зеркале, ну, для меня это равно то же самое, что вы можете начать играть не с глазами, а с гениталиями. Какая разница, с каким органом вы играете. Да? Но это не про искренность, не про открытость и не про внутренний мир. Это вы лжете самому себе и делаете глупость. Вы играете. Вы играете. Цель – выйти из игры и прийти к себе искреннему и настоящему. А вы подменяете на игру со своими глазами или со своими гениталиями. Ну, ребята, это вообще про отсутствие ума. Поэтому вот когда начинают задаваться такие вопросы, мы понимаем, что, наверное, бывает тяжело с интеллектом, а бывает настолько тяжело с искренностью и открытостью, что человек готов придумать любую игру, только чтобы не быть честен сам с собой. Это всё про честность с самим собой, потому что искренность, она глубже честности лежит. Сначала приходится честно смотреть и говорить самому себе. И зеркало очень чётко показывает, где вы врёте, и вы не можете тогда врать, потому что вас цепляет за сердце, начинает выворачивать нутро, и пошла работа. Практика зеркала помогает начать видеть в себе косяки, наблюдать за собой, а потом видеть отражение в своих родных и близких. И тогда родные и близкие вдруг раскрываются и играют, как бриллианты, другими совсем красками, другим светом. настолько тёплым, настолько родным, настолько искренним, что это совсем другая родня. И с ней не надо ругаться, с ней не надо спорить, с ней не надо выяснять отношения. С ней можно просто находиться в гармонии, даже молча. Но это счастье. Вот это про выстраивание отношений через инфодайминг. И человек к этому приходит сам. Вот некоторые, кто сейчас слушает, скажут, да ну это всё ерунда, вы всё это придумали. Попробуйте. Ведь так можно жить. И тогда вам будет доступно счастье. Мы привыкли обесценивать самое важное. Мы самое, действительно, то, что в нашей жизни меняет нашу жизнь. То есть мы обесцениваем, обесцениваем, делая это, ну, совсем неценным, совсем маленьким. А в нашей психике это огромная важность для... Вообще это... Это может быть настоящим счастьем. То, что мы в жизни считаем пустотой. Ну, пустышка. И в то же самое время, что мы считаем важным, зачастую это вообще ненужная вещь, которую вообще можно было игнорировать. И следующий блок наших новостей это по результатам работы, по консультациям, вот буквально в режиме онлайн. То есть человек присылает о том, что... Это сколько, наверное, месяц назад, даже, наверное, меньше, была у нас консультация, когда человеку предлагали пункцию щитовидной железы. Там речь шла уже о формировании злокачественной опухоли и так далее. Страхи пошли в эту степь. И там обследование уже было. Ну, вот человек сдал анализы. Сегодня пришел ответ по гормону щитовидной железы. Норма. Другого быть не могло. Чувствую себя хорошо. И пошло. В общем, на самом деле, если вовремя взяться за здоровье, то не надо придумывать себе никакие страшные болезни. Можно ограничиться только повторным сдаванием анализов. И не надо никаких пункций. И все будет прекрасно. И здоровье будет с вами. Кроме того, у нас сегодня пришли вот буквально один за одним два отзыва свежих по консультациям. Когда мы работали, и сразу человек вот смотрит консультацию и не может удержаться, нам пишет. Фактически, вот наревелась, конечно, реву сейчас. Благодарю вас, девчонки. И так далее. И описывает по каждому эпизоду, который вообще, казалось бы, сумасшедший. Который вообще... Я не могу такие вещи даже публиковать, потому что они личные. Они глубоко касаются родителей, они глубоко касаются взаимоотношений с мужьями, с детьми и так далее. Есть вообще исторические семейные истории, которые... Ну, я бы отнесла к разряду тайных, да. То есть, о них вообще не принято, некрасиво говорить наружу, выносить сор из избы. И ты понимаешь, что вот в этот сор ты попал в яблочко просто. И вот огромные пришли письма сейчас прямо по свежим шагам. И по одной консультации стопроцентное попадание, и по второй консультации стопроцентное попадание. И мы понимаем, вот, где консультации отправили. И тут же человек не может одержаться, чтобы нам сразу же не написать обратную связь о том, что действительно это все так и есть. И мы знаем, что когда вот идет такое попадание, когда мы четко вскрываем вот эти глубинные зацепы за болезнь, да, и удаляем, то человек обязательно поправится. То есть, у человека действительно все будет хорошо. Более того, все-таки сейчас осознаваясь глубины, если и мама здорова, то будет здоров ребенок, потому что все болезни ребенка хранятся и распаковываются из мамы. И в принципе это очевидно. Я вот говорю, у меня перед глазами стоит ветка дерева, если основной сук больной, то веточка на этом больном суке будет обязательно больной, да. То есть, не вырастет здоровая ветка на больном дереве, на больном ответвлении. То есть, сперва надо вылечить более старшую часть, да, дерево лечить надо. Ну, либо выпиливать. Радикально. Ну, в принципе, новостей, когда нам приходят вот благодарности за такие невероятные попадания, и их очень много. И я в последнее время все больше ловлю себя на том, что мы реально, мы реально не публикуем от этого письма после практикумов и после погружений, потому что то, что пишут люди, они пишут личное. Я не могу это публиковать. Вот по консультациям сейчас вот пролистнула только сегодня две штуки, да, и понимаю, это не будет опубликовано, потому что это личное. Потому что инфодайинг это глубоко личное. Это настолько личное, но самое главное, когда к человеку приходит счастье. И потом, когда он своим друзьям, знакомым, родным говорит, инфодайинг это про счастье. Вот нас это устраивает. И другой рекламы нам не надо. Это самая лучшая реклама, когда люди рассказывают про инфодайинг как про счастье. И если ты хочешь действительно не болеть, тебе придется вернуться к себе настоящему, тебе придется осознать те моменты, где ты был неправ. Тебе придется на себя посмотреть, на того себя, который есть ты на самом деле. И вот здесь иногда возникают такие моменты, когда иногда придется увидеть в себе пустоту. ну и при этом скажу так, что и не огорчаться, не отталкиваться, не оправдываться, не сопротивляться, а просто осознать, чем ее заполнить. потому что, когда, например, женщина пустая, просто маленький пример, если женщина пустая и у нее нету интереса в жизни, то есть всего лишь два варианта развития событий. Либо она будет есть себя, либо она съест окружающих, в зависимости от того, в какую сторону направлен ее род. А по идее он должен быть направлен вперед в свое дело, в свой интерес, в свою реализацию. И тогда женщина будет в гармонии идти, развиваться. И тогда рядом с ней мужчина будет наполненный. И тогда ее внутренний мир будет наполненный. И тогда будет движение у всех вперед. А когда у женщины есть разворот, и она ищет, чей мир уснуть, потому что свой мир неинтересен, а внутри пустота. Тогда внутри пустота, тогда нет наполнения. Поэтому, милые дамы, специальное обращение к вам, потому что с мужчинами немножко другая песня. В специальном обращении к вам найдите свой интерес в жизни. Потому что вы являетесь основой здоровья ваших детей, вы являетесь основой здоровья вашей семьи, вы являетесь основой здоровья ваших мужей. От вас зависит, насколько здорова ваша семья. И будьте здоровы. До встречи в следующем эфире. До встречи.